Ну что же, Рижский кинофестиваль действительно открывается фильмом Виталия Манского, фильмом Виталия Манского, документалиста, который впервые снял кино о собственных родственниках. Для того, чтобы поговорить об этом фильме, мы к Виталию пришли в гости в его квартиру в Риге. Скажите, ну как вам, в принципе, пришло в голову снять фильм о своих родных? Это решение принималось совместно с целым рядом других решений в моей жизни, которые, в общем, в конечном счете привели к тому, что мы сейчас разговариваем в Риге. Мы начали снимать картину весной 2014 года, аннексия Крыма, напряженность на юго-востоке Украины. Никто, и я в том числе, не знал, как будут развиваться события. И мы приехали ночью во Львов, и утром мама вышла готовить завтрак. Так а что, война там будет или чего там? Я Виталик не слышу. Я говорю, война-то будет? Чего ты ко мне примахался с утра? Дай мне блины жарить. Для меня самым сложным моментом было не вступать в спор со своими родственниками. И не поддерживать в том числе. Так сказать, вот зрители не видят, а на самом деле мы же общаемся, я же общаюсь не со зрителями в данном случае, а с Ольгой. И Ольга меня поддерживает, она покачивает головой. Я думаю, правильно я говорю, я говорю правильно. Может быть, я не прав. Поэтому я, когда разговаривал со своими родственниками, я не брал у них интервью. Я их не провоцировал и не одобрял. Иногда я даже от них прятался, то есть уходил в соседнюю комнату и говорил из соседней комнаты, чтобы они вообще не видели моего выражения лица. Обстрелы в Донецке оказались операцией прикрытия. В это время Киев отправил полторы тысячи солдат. Все я знаю, все я по телевизору смотрю. Я вот голова у меня, ну все запоминает. Привозим, а не солдаты, повешено и костер падает. Иногда так возникает такой разговор, что, дескать, ну вот этот фильм, он должен примирить, он должен всех объединить. Да, конечно. Я за то, чтобы в моей семье и в Украине был мир. Я не очень понимаю, что такое примирение во время войны. Те, кто сбили Боинг, они будут крем-брюле, так сказать, спокойно слизывать с рожка. Нет, я считаю, что сначала нужно решить те вопросы, которые, и те конфликты, и те проблемы, которые созданы в результате этой войны. И не допускать больше войн на этой земле, но не в обратном порядке.